Вот мы в 2005 году переучивались с Борисом Передеренко на самолет Airbus 310 в покрестности Парижа, скажем так, в Парижской области. Ну там, взглядашка. Ну и у нас за все переучивание, оно было так очень сжатое, напряженное. У нас два выходных было, когда была возможность в сам Париж именно сходить. Игорь придумал строчку, говорит, обязательно придумай, я тебе придумал первую строчку для песни, будет называться, вернее, звучит она так, мы прибыли в Париж, когда свели каштаны. Дело как раз было в мае, вот, каштаны действительно свели. Но поскольку у меня немножко по-другому песню получилось, то я эту строчку взял в эпиграф. А дальше, как говорит Желанецкий, следует произведение, которое никого отношения к игры не имеет. Ну, я к чему говорю, вот в этом Массип-Ализо, пригороде, вот, не область, пригород, вспомнил это слово. Там было уже тогда очень много левийцев, по-моему, да? По-моему, они даже в темноте светятся этим, как черные дыры. Вот, а сейчас, наверное, там уж еще больше. Ну, в общем, песня эта, типа, как обзор прогулок в Париже, вот мы с ним там погуляли. И вот на площади передачи «Левая башня» негр подходит там, «Зема, подходи, задармо продам». Там эти вот сувенирования продам. Нет, это правда, это… То есть они там очень быстро, там, на чешском, на русском, определяли кто-то, и сразу «Земами» становились. Ну, так вот, мы прибыли в Париж, когда цели каштаны. Попасть в Париж – мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И пусть туда ведут не все дороги, я на дно случайно угадал, В первых строках хочу оговориться. Я думал, чем меня ты удивишь, Я ж сам не из деревни, из столицы, из Сибирской, Или все-таки Париж, он и есть Париж. У нас была обширная программа, Нам было нужно быстренько успеть. Во-первых, обалдеть от накордама, А во-вторых, от лура обалдеть. Потом бегом вдоль набережной сены До триумфальной арки этот ляг, Чтоб потоптать траву все непременно На их, на Елисейских, на полях. Потом я позвонил своим домашним, Ведь как-никак, а вы все-таки родня. Привет вам говорю прямо с Эфелевой башни, Ну как вы там в Сибири без меня? Картошку посадить не позабыли, Морковку тоже, стало быть, живем. А мы здесь в Лувр недавно заходили И Мону Лизу видели живем. Попасть в Париж мечта не всех, но многих, Кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И пусть туда ведут не все дороги, Но я попал, хоть вовсе не мечтал, И, находясь под впечатлением сил, Замечу, чтоб закончить разговор, В Париже все достаточно красиво, Но с неграми и богу перебор. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Молодец!